Это моя любимая жена смеется. Всем здравствуйте. Добрый день. Друзья, ну это мы, это мы миссионеры. Это мы кенийские миссионеры. Вы знаете, что мы буквально вот сейчас, мы сейчас вышли из Бейсайда, из церкви, где сегодня вот и вчера и завтра еще будет проходить бастерское лидерское обучение, где собрались практически с разных штатов большое количество людей, которые приехали с одной единственной целью сюда, чтобы поговорить о том, как возможно увеличить качество, улучшить качество служения церкви и как возможно улучшить качество миссии. И вот мы сегодня как раз вот были на встрече с одним из лидеров, из руководителей из церкви Рика Борена, да, в церкви Саддлбек в Лос-Анджелесе. И этот человек, он у церкви Саддлбек производил как бы опрос, статистику, потому что в этой церкви есть огромное количество различных служений. И пастор Рика Борена вот волнует вопрос миссии. Он думает о миссии. Как возможно улучшить качество миссии, поднять большее количество миссионеров. И вот он сегодня говорил об этом и от тех как бы статистических данных, которых они в результате опросов, ну как бы вывели. И конечно эта статистика вообще очень была интересная, потому что мы сегодня узнали, что... Что мы узнали, Валя? Мы узнали, что очень шокировало нас, что только одна сотая процента, точнее одна сотая, ну да, процента от всех христиан в мире. Это миссионеры, которые могут выехать в точку определенную, там жить, находиться. То есть vocational missionaries. Да, как долгосрочные миссионеры. Как долгосрочные миссионеры. И конечно по отношению к одному миллиарду людей для нас было, в христианстве по крайней мере, это было конечно очень маленький процент. И мой муж меня зовут, слушай, нас как мамонтов на миссионерских полях. Но что есть, то есть цель сейчас река Уоррена просто вдохновить людей вообще на миссию, потому что великое поручение, оно никогда не изменялось. И Хрисус сказал, идите проповедуйте. Но в чем суть вообще этого поручения, что проповедуя другим, сам человек меняется. Поэтому если, когда человек выходит на миссию или внешнюю, или внутреннюю, или международную, он сам меняется внутри. Поэтому он становится другого качества даже, вот христианином можно сказать, потому что он видит бедность, у него появляется сострадание. Он видит там помощь кому-то нужно оказать после развода, у него появляется сострадание. То, что и было в Иисусе. И цель церкви в настоящего времени, вот мы так смотрели, то же самое сейчас делает Bayside Church, чтобы вернуть церковь в миссионерство, чтобы каждый член церкви попробовал, что такое миссия. Да, я думаю, что это очень сильная идея, что каждый человек в церкви, он призван к миссии. Это не только сотая процента от всех христиан, они призваны в миссионерство, и призваны проповедовать Евангелие, идти достигать народы, нации, различной культуры, людей, приходить в языческий мир. Потому что благодаря тому, что мы сейчас даже находимся в Америке, которая считается христианской страной, когда-то в свое время эта страна была полностью посвящена язычеству. И именно христианство изменило облик этой страны, именно христианство дало новое рождение вообще чему-то более значимому, великому, нежели это было в начале. Потому, дорогие друзья, мы вас всех вдохновляем, и мы хотим вас всех пригласить, конечно же, на миссию. Вы можете приехать в Кению, вы можете приехать к нам, нам очень нужны миссионеры, нам нужны краткосрочные миссионеры, нам нужны долгосрочные миссионеры. Если людей пугают слово «миссионеры», не обязательно быть миссионером. Можно просто приехать посмотреть, посмотреть, что вообще происходит там. И, возможно, у вас внутри что-то откликнется, что «Вау, я хочу это делать, добро пожаловать». Да, абсолютно. Я тоже согласен с моей женой. Я не могу быть не согласен с ней, потому что она думает очень похоже, как я. И это очень здорово, что у нас есть единство в семье, в доме, и мы движемся в одних вещах, и мечтаем об одних вещах, и молимся об одних вещах. И то, о чём мы молимся, друзья, это мы молимся за то, чтобы Бог в больших количествах сердец зажёг огонь миссии, чтобы люди могли увидеть за пределы внутренней церковной жизни, внутреннего какого-то комфорта ещё тех людей, которые ещё не познали Иисуса Христа, как своего Господа, и которые нуждаются. Нуждаются в вас, нуждаются в нас. Так что пусть Бог вас всех благословит, мы вас всех любим, мы молимся за вас, и, пожалуйста, молитесь и вы за нас, потому что у нас ещё много впереди, очень много интересной работы, которую Бог будет делать через людей посвящённых, через людей жаждущих. Благословения вам, дорогие, всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok